Приветствую вас дорогие подписчики и зрители моего канала меня зовут Валда и мы продолжаем прохождение life is strange или жизнь странная штука ну что же у нас есть цель добраться до какого-то что там какого-то короче здания общаги по-моему забрать флешку у урена где этот общага находится я понятия не имею но тем не менее здесь табличка с надписью парковка теперь нужно найти общежитие этот день никогда не закончится урэн ждет меня с флешкой на парковке так что мне стоит сходить в общежитие за ней ага но пока им перезнаешь он в другой стране окей ушки а что ты забыл что на парковке скал встречаемся дерево кстати можно посмотреть что с ним не так а можно присесть на присядем посидим что там посидели тут посидим так странно вернуться сюда спустя пять лет я думала что в этой школе я сразу же вольюсь в коллектив ночью ты во все происходящее я стал еще большим изгоем да и кому я могу довериться кроме своего дневника и камеры блин а ведь это по идее лучшие годы моей жизни может значит одновременно быть одиноким и чувствовать одиночество да тоскливо тоскливо я пожалуй встану с того позволения и пойду дальше потому что ну нахрен все эти депрессивные суицидальные мысли так можно даже немножко пробежаться пожилой где что-то вообще где-то интересно нет наверное в той стране а туда можно спуститься нет понятно не так то легко это сделать как казалось объявление пропажущая какой-то плакат что за плакат я бы сразу же сейчас съела бургер ты готов окунуться в мир магии приключений тогда бросай кубик и вперед вступая в клуб ролевики блэквилла каждый следов 15-15 на территории кафедры наук знания основных правил ролевых игр приветствуются косплей приветствуется женщины очень приветствуется проглотался загнив за кучей сочной два кита лучшие бургеры во всем штате женщины говорят очень приветствуется ну да еще бы так ладушки ладушки кто у нас тут еще остался с кем они болтали там какой-то парень сидит и тут какой-то чувак граффити умно что написано ну короче клуб этих самых типа отстой как клуб называть склону точно клуб циклон отстой люк это люк паркер на прошлой неделе закали за перевод шкафчики так держать задиры привет макс и не настроение разговаривать что случилось нейтан прескот богатого священок он думает что владеет людьми так же как и циклона как родители блэквелл да он неприятный тип кто должен утихометь этого придурка это случится но у кармы нет любимчиков да история всегда это доказывала верно скоро правосудие настигнет тебя выродок поговорим позже ладно макс ладно как скажешь эвен у эвана есть фотоальбом альбом эвана выглядит как так солидно вот вы посмотрите какие у него там фотографии кажется его зовут эвана он всегда выглядит таким напряженным привет эвана а можно посмотреть его кривую фотоальбом посмотрим достойно ли ты этого тебе нужно ответить на простой опрос кто сделал знаменитый снимок павшего солдата ну ты охренел что ли стив маккари по любому ээээ стив маккари мистер маккари был рожден через пять лет после того как сняли павшего солдата или ты полагаешь что у него была машина времени к тому же маккари делал цветные снимки в общем мольбом тебе не видеть прости родной так дело не пойдет еще разок роберт капа мне нравится его работа смотря на спорное содержание снимка ну ничего себе Тихоня много чего знает именно поэтому я и здесь ты мне даже по душе макс так уж и быть можешь взглянуть на мой фотоальбом это привилегии достоинства есть немногие это честь для меня сэр отличные фото лицо рейши лэмбер просто гипнотизирует да неплохо неплохо как видишь рейши лэмбер была мою любимую моделью она точно знала под каким углом выйдет лучший кадр какой она была она была эксцентрична понимаешь что это значит конечно же выскочка знаю пора и бывая странная как ты думаешь что с ней произошло ничего хорошего макс ничего хорошего как ты категоричен то может она просто в другой город уехала мне нужно пойти туда и забрать флешку у урена ну что ж мы наверное в общежитии пойти ой мы наверное пути с мастем пойти к общежитиям хорошо давай гид логан бросай это чувак окей но подняться наверх и забрать флешку урена общежития прескотов боже правая моя общага принадлежит семье нейтана даже не видишь что у меня есть своя комната пацаны логан а это логан робертсон типичный американский засранец нет подруга не надо фотографировать подожди пятничную игру да нужен ты мне больно придурок не всегда похоже что закрескали я уже завяжу столько гудем нежели с футболом у нас тут футбол макс биг футбол отойди да и ладно пойду я вам лучше тотем посмотрю он меня никто не упускает и какого хрена так несчестно ну вот же он прям сверкает там можно взглянуть уоррен сказал мне что тот тотем называется табанга но никто не знает почему ладно хватит с меня этого табанга так табанга так то может быть рада что в нашем блоке дружу с экологией а вот и кейт еще более печальная чем обычно привет кейт привет макс как тебе сегодняшняя лекция не могу пипомить думаю я не особо обращала на что то внимание я могу чем то макс если ты в ней дрожаешь я хочу побыть одна прости погоди подруга можно попытку еще раз как выгляжешь печальный все хорошо я сегодня немного подавлены прости за всю эту драму я могу чем то макс если не нравится я хочу побыть одна прости так а что же мне как же мне с тобой воздействовать как мне тебе помочь то наверняка попытка то какая то с экологией гайд дружит конечно слишком может мило но по крайней мере не картинка с котиком make art not war типа делайте короче искусство а не войну так у нас тем временем кстати еще две страницы добавилось в наш журнал давайте посмотрим тогда что у нас там дальше сейчас все кажется таким непредподобным я могу с кем либо поговорить об этом а единственный человек который я могла бы посадить в эту тайну я не видела уже пять лет возможно уоррен бы мне помог ведь он умный и быть может он даже бы придумал всему этому объяснение но пока я не выяснил что это за способность мне стоит о ней помалкивать средоточность лучше на уроках уоррен прислал мне сообщение по стернуть его флешку а ведь я не успела заценить и все клёвые сериалы и фильмы на ней я посмотрел несколько серий доктор актоисик это потеряла взглянула глянула стального алхимика затем быстрее кошечка убей убей фильм про очень милых амазонок тэд суу про настоящий киберпанк путешествие с крутыми спецэффектами и скотта перегрима уже который раз кстати в кампусе я видела кучу объявлений пропавшей Рэйчел Эмбер исчезнутой ученицы из Блэквелла грустно видеть ее улыбающее лицо и думать об ужасных вещах которые с ней могли бы произойти если бы могла отломать время на 6 месяцев над то обязательно бы это сделала так ладно Самуэль встали добрый Самуэль некоторые его боятся но он не страшный просто похож на пришельца здравствуй Самуэль что ж и тебе привет откуда все эти плакаты про Рэйчел Эмбер это известно только ей одной так? ну думаю да просто из-за плакатов в кампус выгорит грустно солнце свет не закрасишь как думаешь что с ней произошло? лучше не думать о прошлом Самуэль двигается только вперед как часы а ты знал Рэйчел? как можно быть с кем-то знакомой и столько в страхе за ним наблюдаешь? мне нужно идти красить хех какое она была? должна быть очень общительной даже солнце отбрасывая тени Рэйчел успевала все и сразу у нее как батарейки были плюс и минус Еще увидимся, Самуэль. Будьте аккуратнее, Макс. После уборки я буду красить. Прости, Макс. Никакой болтовни. Мне нужно закончить перед покраской. Так, ладно. Трава мы пока не пойдем. Мы пойдем посмотрим еще раз у нас на них питательный. Этого заднего дворика. Вот тут какие-то телки сидят. Какие-то панкухи. Вот среди них Виктория. Черт, Виктория со своими нечестивыми. А, они все на крыльце. Я понял, мне это будет не править. Ладно, тогда сначала пообщаемся с ней. Потом пойдем уже, собственно, к Виктории. Алиса. Думаю, нам с Алисой стоило бы сдружиться. О, привет, Макс. Что ты читаешь? Любить сейчас или мне навеки? Ничего не говори. Это бестселлер. Что тут еще говорить? Тоже верно. Теперь прошу извинить. Прости, но мне и правда нужно знать, что происходит. Ладно, ладно. Я рада, что наши блоки дружат с экологией. Так. Учитывая недавнюю засуху, было не предусмотрительно тратить сразу всю воду. Разбрызгиватель. Что здесь еще есть? Хватит отыгрываться на дереве, неудачник. Рэйчел любит деньги. Час расплаты, сука. Как-то так примерно. Pay up, бич. Ну, я не знаю, или заплати. Или, я не знаю, как переводится, pay up. Ну, думаю, примерно так, как я перевел. Интуитивно. Так, далее, что у нас тут? Еще, наверное, разбрызгиватель. Вроде как все получится. Смотри, вроде как ничего не упустили. Значит, и пошли. О, смотрите, это Макс Коуфит, академическая сэлфи-блудница. Что за дрянная уловка. Даже Марк Мистер Джефферсон купился на эту жалкую хипстерскую дрянь. Дегеративный процессор. Да ты-то еле выговорила. Тебе, наверное, твои таблетки помогли. Ну, что ж ты знаешь ответ на любой вопрос, думаю, ты наш другой вход в общагу. Мы не сдвинемся. О, секунду, замри. Как оригинально. Не бойся, Макс, прежде чем публиковать это фото, я наложу винтажный фильтр. А теперь смотри-ка на все четыре сэлфи. О, да, Виктория, если я беру твой кослевый зад с моего пути. А можно мне просто пнуть ее в голову, прям с ноги? Ты не пройдешь, замерякаешь? Тут места полно, на самом деле. Пройдется бы тут вообще просто только в путь. Ладно. Ну, хорошо, где ментель для подачи воды? Вот-вот, давайте просто намучим немножко ее. Буквально самую малость. Поищем ментель. Это, к сожалению, не он. Надеюсь, мы ничего сделать не можем тоже. Ладно, пошли искать. Вентиль для подачи воды. Разблезги вытери. А, ну там наверняка, вот точно. Где же он еще может быть? Водяной вентиль. Больше ничего интересного в этой комнате нет. Сразу смотрим. Вроде как ничего. Похоже, этот водяной вентиль достаточно прост в обращении. Ну, так и в чем проблема? Нужно, видимо, какой-нибудь ключ к нему, да? Сначала найти... Ведро. Есть только один способ. Не совсем понимаю, что от меня требуется, но тем не менее, ладно. Можно выйти на улицу еще раз посмотреть? Какого черта? Да вы шутите. Только взгляните. Тише, Виктория, это просто вода. Ну, конечно, вода припитала кашемир. Ну, хоть знаете, сколько стоит эта бринская рубашка? Ты выглядишь отлично. Я даже на ступеньках не могу посидеть. Ну, вот и чудненько. Прости, Сэмюэль. Понимаешь по-английски? Исчезни. В смысле, мне все еще не пройти, что ли? Ты не пройдешь, говорит, смекаешь? Ах, ты сволочь, ты такая. Ладно, подожди. Как-то нам замоделься с этим ведром. Ну-ка, еще раз бегаем, посмотрим, что там с вентилем с этим можно сделать. Да уже больше ничего. Блин. Ну-ка, сейчас бы краска на нее упала, думаю, это было бы четко. Ну, как это сделать? Как это сделать? Так, мячик. Может быть, как-то мячиком, чтобы они кинули в... в банку с краской. Ну, вдруг. Ну, они вообще на меня не реагируют. Им просто похер. Ну, да, мне пока вот эту краску. Да-да-да. Черт, а что-то пустило. Нужно вернуться назад. Так, это где это я? О, просто... Так, 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 я всеми теряюсь в этом пространстве времени. Надо что-то сделать с этой краской. Сломать. Чпоньк. Ладно, проверим. Получится ли. Ох, это будет жестко сейчас. Да как, блин, такое возможно? Ты в порядке, Китария? Старому Сэмюрю жаль, такая краска волосам не идет. Нет, простите, держите меня подальше, чудило. Подожди, стой, мы принесем полотенце, мы сейчас... Швырись, а то я высохну. Сработало. Не ждите с Макс, сучки. Классно. Боже, она выглядит так грустно и одиноко на этих ступенях. Эм, привет, Виктория. Чё тебе надо, Макс? Мне жаль, это была отличная кашемировая рубашка. Да. Ну, я куплю себе новую. Ну, кто посунивался, ты, конечно, купишь. Но, похоже, ты разбираешь свои бремодные одежды. У меня и правда есть талант. Так сказал мистер Джефферсон. Я видела твои снимки, у тебя интересный взгляд, как у Ричарда Авидена. Он один из моих кумиров. Спасибо, Макс. Надеюсь, эти неряхи принесут мне полотенце до того, как я высохну. Ты ослужишь лучшего снимка. Прости, что не давала пройти. И за это на все четыре селфи. Это было грубо, но забавно. Просто у меня сейчас критические дни. Я тебя понимаю, Виктория. Увидимся позже. Аревуар. Ну что же, аревуар. Монщери. Виктория, может, Виктория просто меня... Блин, не успела прочесть. Что? Ну, в общем, ладно. Надеюсь, что это не столь важно. Ну что же, вот мы в общаге. Давайте изучать сразу же. Посмотрим все карты и прочую фигню. Бэк Уилл не такой уж и большой, но он напоминает настоящий лабиринт. Добро пожаловать в Адвилл. Долго же мы искали все нужное. Виктория зазлится. А, это девочки, говорят. Понял. Девчули побежали. Ладно. Что у нас здесь? Вич и спид. Это не просто аббревиатура на плакате. Это серьезные и опасные для жизни заболевания. Никто от них не застрахован. Получите информацию прямо сейчас. Пишите по адресу choosehealth собака choosehealthadmin.id Радискивается на заграждение. 16 с тебя прямо из столовой был похищен мой рюкзак. Поэтому читали, сука, которая украла мой крем для лица. Это был очень дорогой крем, он был мне нужен для выведения прыщей. Уж я-то точно знаю, как он очищает кожу, но у тебя по чистой роже. Хе-хе-хе. Это проделки Клуба Циклона или своего рода посещения в Клуб Виктории? Жалкое изделище. Taylor is a slave. Ну, типа слюнтяш. Это, наверное, как-то так переводится, да, мне кажется? Комна 217. Под каким предлогом я не смогу сводить туда? Red Room. Джулетт. Экстремальный репортер. Отличный атмосферный снимок. Нужно лишь протереть его от пыри. Видимо, туретную войну никто не выиграл. На поле боя не осталось никого, кроме призраков. Пожарная искондация. Ну, хоть тут есть современная пожарная тревога. Ну, я, пожалуй, не стоит ее нажимать, наверное, еще раз. Объявление пропажи очередное. Так, что у нас здесь? Глубень души Дэнна до сих пор чуть лидерша. Стомпаем Бигфутс. Ну, типа вперед Бигфута, как-то так, да? Мне бы очень хотелось сделать фотоколлаж тех людей, кто это сюда повесил. Не бойся, готовьте. Тренировка юных стрелков. Даже до 21-го года можно научиться в обращении с оружием от такая до самого технологического оружия. Юные стрелки используют безопасные, прекрасно сделанные пластиковые макеты. Загадайте к нам бункер на демонстрацию. С 10 утра до 5 вечера, понедельника по субботу. Хэмминг-Вэй, 174. Не бойтесь за больших собак. Юные стрелки из Блэкфула получают скидку в 20%. Господи, пластиковые макеты? Черт, люди Блэкфуле беспощадны. Береженого Бог бережет. Неважно, как сильно вы любите друг друга, одна ошибка изменит вашу жизнь. У вас есть выбор. В поддержании нет ничего страшного. Подробности по адресу please wait. Пожалуйста, подождите. Praise BGC or. Граффити видео. Кейт в доказательство. Вы меня слышите? Да, все вы. Пожалуйста, уважайте. Сидите по этажу, соблюдайте тишину после 10 вечера. Спасибо за внимание. Блин, любопытное должно быть видео, наверное. Ладно. Нам его, судя по всему, не так и не покажут. Че у нас здесь? В кампусе будьте начеку. Подержитесь следующих правил. Всегда следите за тем, где вы находитесь. Всегда говорите друзьям, где вы и куда идете. Немедленно сообщите руководству Академии происшествий на территории кампуса, чтобы сначала скачать бесплатное приложение Кампус Алерт. Загляните на www.blackwellacademia.id Должно быть, будет весело. Хорошо, что я единственная одинокая ботанка в Блэкфуде. Книжный клуб девчонок-гиков. Ищет родственные души для чтения и обсуждения творчества Урсула Дэл Гуин, Роберна Хоба, Нейла Геймана, Пириса Энтони, Терри Брукс и других. Так, парням-волшебникам и грустным псевдовампирам вход воспрещен. Да и вообще всем парням. Почта для связи. Продается этот велосипед. За 20 баксов ведет вас куда угодно. Доставка 5 долларов. Тайрон. Спасибо за предупреждение. Клуб Циклон. Скоро. Слушайте, Циклон, блин. И там, помните, в этом Снеже у нее был ураган. Как-то все это неспроста. Это какое-то предупреждение, что в этом клубе что-то потом будет. Что-то будет явно нехорошее. Блин. Любопытно, ведь и вправду любопытно. Или просто совпадение, или может быть реально. Я прав, окажусь. Они ожили. Не будьте зомби. Социальные сети отнимают ваше время и дают им захватить вашу жизнь. Сообщение от Фонда Светлых Умов. Ну это совсем ужастоко и тупо. Will Bank for Juices. Бэнк, бэнк, это ж... Ну что-то, короче, плохое явно написано. Про Иисуса и про то, что что-то с ним кто-то будет делать. В этом вся наша общага. Не дайте депрессии вас одарять. Каждый может учтить грусть и одиночество. Если вам нужно выговориться, пожалуйста, звоните нам в любое время. Мы услышим вас, потому что нам не все равно. 23-часовая горячая линия. Пропал телефон. Алмазный телефон в последний раз введен на учрежденке клуба Циклон. Пожалуйста, верните его в общежитие. Проискотов спасибо. Требуется репетитор по статистике. Помогите. После месяца обучения статистики я все еще не понимаю. Это смесь математики и философии с графиками? Помогите. Заплачу, если вы подтянете меня до хорошей оценки. 50 сюда. Поедание мяса – это убийство. Присоединяйтесь к клубу веганов Блэквилла. Веганская еда на каждом собрании. Каждый сед в 5 часов вечера в студенческой гостиной. Девишник-хэллоуинщик. Вижи-невижи. Кошмар перед торжеством. 16 октября в 7 вечера общерития для молодых и общительных. Ох, сколько объявлений. Вот, кажется, и наша комната. Что написано на нашей доске? Печально, я ничего не написала. Мне нечего сказать окружающим. А, так, здесь типа сам пишешь, да? Очевидно, но верно. Be we change you wish to see. Ох, Виктория, как же ты меня достала. Что конкретно авторы плаката хотят донести до людей? Ты часть белого света, и если пробьет час, встань на свою планету. Ведь кто это сделает, кроме нас? Сегодня тебе решать в голову свою и сказать, давайте землю спасать. Господи боже. И подожди, и там какая-то баба с сиськами? Да, баба с сиськами. 3.14 пи. 3.14. Кусок пиццы. Классно. Почему Уоррен не хочет приударить за Брук? Из них получилась бы идеальная пара. The Forks. Как приводится Forks, по-моему, дураки, если не ошибаюсь. Ладно, погнали в свою комнату. Ух ты, гитарка. Гитарка – это хорошо. Дом, милый дом. Люблю свой кокон. Уоррен даже оставил мне записку с напоминанием о флешке. Он такой дурашка. Для Макс и всех, кого это касается. Кинематографическое содержание данной флешки включает в себя откровенные материалы противоречивого характера, способные перенуть всю вашу жизнь. Данная коллекция собиралась с величайшей тщательностью и для самых требовательных зрителей. Я поздравляю вас с прекрасным выбором и жду ваших глубоких отзывов о фильмах от «Каннибалов» и «Долина Ультрамегер». Мистер Уоррен Джи. Мать его. Даже не верит, что мне уже 18. Выгляжу еле на свой возраст. Вот усталостью меня не занимать. Мемориальная фотостена «Макс Коулфилд». Сыроватая поделка, но я до сих пор с улыбкой вспоминаю тот день, когда мы с мамой сшили. Так приятно, наконец, расслабиться. Этот день был довольно странным, и такое ощущение, что он никогда не закончится. Возможно, скоро я проснусь, и осознаю, что это был всего лишь сон. Или, как сказал По, сон внутри сна. Ладно, полежали и хватит. Ну, прикольно, что такие моменты, то есть, можно получить смысл ее послушать, да? То есть, где-нибудь там сесть под деревом, там, или лечь на кровать, и узнать, о чем она думает в этот момент. Что у нас в комоде? Макс и Хлоя. Лучшие подруги навеки. Кто-нибудь до сих пор использует эту фразу? Когда-нибудь мне придется позвонить Хлое и услышать все, что она скажет. Чем дольше тянешь, тем хуже будет. Тупица. Картье Брессон, Дуана Гамильтон, одним словом, величайшие. Надо загружать в БУ-магазин, набрать пластинок по доллару. Это слишком по-хипстерски. Да плевать, музыка вдохновляет меня, и мое фото. То как ты пластинки засунешь в магнитофон аудио? Интересно было посмотреть, конечно. Но вкус тебе неплохой. Музыка мне твоя нравится. Что в наушниках, то сейчас... Вот он, мой источник вдохновения. Филипп Лорко де Корсиэй, братан. Не думаю, что я когда-нибудь смогу призойти его снимки. А еще мне нравится энергетика Джулии Кэмерон, если уж говорить о камерах. Он дали прекрасный взгляд на вещи. Он воистину умеет останавливать время. Это единственная моя фотография из путешествия в Спейс Ниддл. Классный был матч. Очень напряженный. Боже, Кристин и Фернандо были такие пьяные, когда пытались забраться на фриманского тролля. А вот мой бедный ноутбук, который меня так и манит. Дэниел талантливый художник. Надеюсь, никто не возненавидит от рисунка то, что на нем изображена я. Быстрый набросок моей новой музы. Подпись к рисунку у Дэниела. Это, видимо, какая-то типа местная Фейсбук, короче. 81 друг, 12 подписчиков. В принципе, неплохо. Я так тучусь от этого сайта. Посмотрите на этих винтажных красавиц. Камера Порн. Дэри пожаловать на Камера Порн, ваш универсальный ресурс, вобравший в себя всю информацию обо всех существующих, когда-либо выпущенных отечественных и зарубежных камерах. Нажмите на изображение любой из камер, чтобы ознакомиться с ее характеристиками. Уоррен умеет меня завеселить. Приятно осознавать, что в этом месте у меня уже есть хороший друг. Уоррен Грэм. Макс, спасибо за твои письма и за окупи лекции Джефферсона. Теперь я буду благодарить тебя постоянно. У меня есть огромная одношерстная коллекция сиэлов, а также культово-классических и разноутых фильмов на большой флешке, которую ты можешь взять у меня, если захочешь. Спасибо тебе еще раз за помощь. Хотя я больше ученый, нежели художник. А теперь ты можешь объяснить мне, как работает камера. Мы увидимся у Оранжи. Так, подожди, а Фейсбук можно было бы почитать? Дэниел Скейдж, Мои Новые Музы. Ну да, собственно, я это прочитал. Ладно. А, на этом все, в принципе, три страницы, получается, три вкладки. Хорошо. Записка. Похоже, Дэна оставила мне записку. Привет, детка, я позаимствовала твою флешку, чтобы посмотреть сериал, пока занимаюсь уроками. Если она тебе вдруг понадобится, приходи в мою комнату, чмоки-чмоки, подпись D. Прекрасно. Теперь моя мне привезла перейдеться к Дане, чтобы забрать у нее флешку. В один прекрасный день у меня будет собственная коллекция фильмов. А также настоящий HD-телевизор. Я не забыла про тебя, крошка Лиза. Пока что. Ты пить хочешь, да? Я худшая мама в мире. Вот, попей. А это будет медпоследствия. Забавно. Если я не смотрю в виды искателя, то пяюсь в окно. И так всегда. Я так рада, что Кейт одолжила мне книгу «Октябрьская страна». У меня должна быть своя собственная коллекция книг Брэдбери. Моментальные фотоаппараты сейчас очень трудно найти. Я не могу фотоать без них. Я больше по пленочным, а не по цифре. Что там еще было? Подожди, взглянусь. Катридж моментальной пленки. Понятно, мы, собственно, посмотрели на него уже. Хорошо. Хорошо, что мама прислала мне огромную коробку кокосов-песчиней на день рождения. И засунула в нее чек на 200 долларов. Она отлично знает, как сделать грустный день рождения веселым. Может, я не милашка в розовом, но и хрен с ним. Мне нравится мой гардероб. Назвала ли бы Манрейта селфи-портретами? Трудно поверить, что ему уже 18 повезло же мне, когда родители привели мою привычку фотографирования во взрослую жизнь. С днем рождения, Максим. Мы никогда не забудем день твоего рождения и твою первую улыбку. Это была любовь с первого взгляда. Сегодня это твой особенный день. Мы будем скучать по тебе, но также и гордиться тем, что ты идешь за своей мечтой. Мы любим тебя твоим мамой и папой. Целуем, обнимаем. Прекрасно. Как сентиментально. Ну, теперь гитарка, собственно. Такая блесная гитара, надо бы почаще на ней играть. Согласен. Давай-ка, сруби нам какую-нибудь хард-рока. Неплохо. Очень неплохо, друзья. На этой ноте, пожалуй, можно будет закончить сегодняшнюю серию. Ну, а о том, что же появится нашей героине дальше, сможет ли нас забрать флешку, встретиться ли, наконец, она с Вороном, и какие приключения ждут ее по пути, мы узнаем уже и в следующей серии. Я надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на канале, подписывайтесь на него, чтобы не пропустить продолжение, ставьте большие пальчики вверх, и, конечно же, оставайтесь в комментариях, что вы по этому всему поводу думаете. Ну, а для вас, игра, вы комментируете обалдай, это была прекрасная игра под названием Life is Strange. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»